В Курдайском районе ситуация стабильная. Об этом сегодня доложил премьер-министр и теперь уже Аким Жамбылской области Бердебек Сапарбаев. Начали работать школы и детские сады, возобновили продажу продуктов магазины. На сегодняшний день в местных больницах под наблюдением врачей остаются 13 человек, еще 20 в Алматы. Сейчас идет расследование, возбуждено 25 уголовных дел. По словам начальника следственного департамента МВД Санжара Адилова, к категории хулиганства отнесли 6 случаев. 3 дела возбуждено по повреждению чужого имущества, 10 уголовных дел по фактам убийств и 2 покушения на убийство. О количестве задержанных Санжар Адилов не сказал. Пока идет расследование, более точные данные появятся позже, заключила. В настоящее время межведовственной следственно-оперативной группы, генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел и других правоохранительных органов проводится досудебное расследование по массовым беспорядкам, по убийствам. Весь ряд озвученных мною уголовных дел по соответствующим статьям уголовного кодекса. Есть действительно задержанные, находящиеся под стражей. К сожалению, в соответствии с статьей 201, разглашение уголовного процессуального кодекса, разглашение данных предварительного следствия на данной стадии невозможно. Сегодня же в правительстве рассмотрели и ситуацию по коронавирусу. Инфекции в Казахстане нет. Тем временем, симптомами ОРВИ и высокой температуры в больницах находится 28 человек. Все приезжающие в страну проходят медконтроль. Глава правительства поручил продолжить работу санэпидконтроля в таком же режиме. Кроме этого, Оскар Мамин поручил Минздраву разобраться с фактами искусственного завышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты.